Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников Генри Холлина. Британский художник исторического жанра и пейзажа, дизайнер и траже, иллюстратор, скульптор. Он принадлежит художественной школе при Рафаэлитов. Родился в Лондоне 17 июня 1839 года. Он рано проявил склонность к искусству. Ему давал уроки Уильям Кейв Томас. Учился в художественной академии Ли, где сокурсником был Фредерик Уокер. В 1855 году в возрасте 15 лет был принят в школы Королевской академии. Благодаря дружи с Альбертом Муром и Симеоном Соломоном, он познакомился с художниками Данте, Габриэлем Рассетти, Эдвардом Берн Джонсом и Уильям Моррисом из Братства при Рафаэлитов. Эти движения должны были стать поворотами в его будущей художественной и политической жизни. И так они и стали. В 1855 году Хородей совершил путешествие в озерный край. Это должно быть было первой из многих поездок в этот район, где он часто бывал в отпусках на длительные периоды времени. Находясь там, он проводил большую часть, зарисовывая виды, которые можно было увидеть с различных холмов и гор. Он писал, я не знаю ничего, что могло бы сравниться с озерами и горами Камберленда и Лангшира по своей сосредоточенной красоте. Я цитирую переводную Википедию. Хородей работал как маслом, так и парелью. В 1858 году у него первая картина, пейзаж была выставлена в Королевской Академии и сразу же продана. С этого года его работы часто выставлялись в Академии и за ее пределами. Хородей проводил много времени в студии сэра Эдварда Берн-Джонса, где группы художников встречались для обсуждения обмена и объединения каких-то своих идей. Влияние Берн-Джонса можно увидеть в творчестве Хородея. Художник занимался также витражами. В 1891 году основал свой собственный стекольный завод в Хэмстене, производящий витражи, мозаики, эмалии и священные какие-то предметы. Витражи Хородей можно найти во всей Великобритании. Некоторые из его лучших работ находятся в часовне Устерского колледжа в Оксфорде, в рестминстерского аббатства, в церкви святого Луки, святой Марии Магдалины, Паттингтоне и в зале дипломированной бухгалтеру Маргейте. Хородей также создал скульптуру. В 1861 году создал произведение под названием «Сон», которое вызвало большой интерес у критиков. В октябре 1864 года женился на Кэтрин Рейвен, и они переехали в Бейсуотер, Лондон. Его жена была талантливой вышивальщицей, которая работала в компании Моррис М.К. У них родилась дочь Уинфы. В 1867 году Хородей впервые посетил Италию, был вдохновлен художниками эпохи Возрождения. Его астрономические рисунки впоследствии были опубликованы в национальной прессе, вызвали большой интерес. По возвращении в Англию в 1872 году он поручил архитектору Безилу Чампни проектировать новый семейный дом в Хемсиде, который получил название «Дом на Дубе». В 1888 году его посетил Уильям Ладстон. В январе 1874 года Льюис Кэролл заказал иллюстрацию охоты на снарка. Они оставались друзьями на протяжении всей жизни художника. С 1899 года в Холидей работал Джесси Мезерсоп, ассистентом студии. Она оставалась тесно связана с семьей до самой смерти Холидей. В 1906 году Холидей подарил ей рисунок своей дочери Уинфред, которая позже была приобретена Британским музеем. В 1907 году Холидей отправился в Египет, написав серию акварелей и иллюстрации на древние египетские темы. Они были выставлены в галереи Уокера в Лондоне в марте 1908 года. Холидей был социалистом на протяжении всей своей жизни и вместе со своей женой Кейт и дочерью Уинфред поддерживал движение суфоржисток. Организовывали местные собрания суфоржисток в озерном крае. Умер он 15 апреля 1927 года в Лондоне, через два года после смерти жены Кейт. Его племянник Гилберт Холидей, сын сэра Фредерика Холидея, тоже был художником, картины которого также хранятся в британских коллекциях. Ну вот так вкратце о английском британском художнике исторического жанра и пейзажа, дизайнерам и эстражей, иллюстраторам и скульпторам, которому принадлежал художественной школе прерафаэлитов Генри Холидей. Пока-пока, узнали что-то новое, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok